Первый поезд проехал через наш город 1 ноября 1909 года. Для связистов именно этот день считается датой начала работы телеграфа и телефона. Представители этой связующей и объединяющей профессии также среди гостей. Я работала на железной дороге с 1994 года. И как бы вот вокзал для нас был, я работала телефонисткой, я их всех, ну как бы, они звонили, я их соединяла. Все эти, ну как бы, была в центре всех событий, как говорится. А вокзал для нас был, это как само ядро. Кроме бывших работников, находящихся на заслуженном отдыхе, в зале немало сотрудников железной дороги, которые трудятся на ней в настоящее время. Сегодня празднуем мы 110-летие железнодорожному вокзалу и вообще станции. Первый поезд вообще по железнодорожной станции Кунгур проехал 1 ноября. Но отмечаем мы сегодня. У нас такой день собрались, что и мероприятие для ветеранов, и приурочено к как бы дню пожилому человеку, потому что больше всего у нас очень на узле очень много ветеранов. Не смог пропустить этот праздник и ветеран труда Николай Михайлович Русинов. Несмотря на свой возраст, а скоро ему исполнится 92 года, Николай Михайлович с улыбкой и шутками рассказывает о своей жизни и работе. Признается, всегда работал там, где нужно хорошо смотреть и слушать. Был радистом, служил на подводной лодке, после службы работал в колонии, где обучал заключенных рабочим специальностям. Следующим шагом в его трудовой биографии стала работа на железной дороге. В течение 16 лет он трудился в дистанции связи. У нас не было ни выходных, ничего, если нужно. Подавали это государству, все. Наша девизь была – государство и мы единое. В фойе устроили выставку рисунков учеников 21-й школы, посвященных юбилею вокзала. Где-то с неровными и неумелыми линиями, но глядя на рисунки, понимаешь, поколения меняются, но вокзал все так же остается гостеприимным и вместе с пассажирами ждет нужный поезд. Продолжение следует...